Вкус домашнего сливочного масла ни с чем не сравнить, а если его сбивали родные руки, то этот вкус из детства становится просто незабываемым. А сколько необходимо было труда и сил женщине, чтобы сбить масло вручную? А ведь этот трудоемкий процесс был исключительно женской работой. В 2008 году фонды музея пополнила деревянная ручная маслобойка. Такую, вероятно, вы могли видеть у своих бабушек. Основа ее изготовлена в цилиндрической форме. Сверху закрывается крышкой. Внутри находится рама, сбивающая сливки. Также у маслобойки есть ручка. Внизу она зафиксирована на деревянных ножках. Этот непростой агрегат намного упрощал работу, ведь сбивание сливок толкушкой или другой кухонной утварью был еще более трудоемким процессом. На Руси считалось, что самое вкусное масло получается в бочонке из липы. Хозяйки экспериментировали со взбиваемой основой, сквашивали ее, добиваясь тем самым разной солености масла. С развитием производства отпала необходимость в домашнем трудоемком изготовлении масла. Однако маслобойка и сегодня нам напоминает о себе, ведь именно она в 20 веке послужила прообразом для создания стиральной машины.